Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению книги притчей Соломоновых. Это одна из поэтических книг Писания. Книга Иова, Псалтырь, Притчи, Книга Экклесиаста и Песнь Песней Соломона принадлежат к одному и тому же жанру. Все это древнееврейская поэзия. Из этих поэтических книг Соломон написал три. Притчи, Экклесиаст и Песнь Песней. Притчи — это книга о мудрости. Экклесиаст — книга о глупости. Песнь Песней — книга о любви. Любовь — это золотая середина, которая находится между мудростью и глупостью. Соломон был сведущ в каждой из этих трех сфер. Слово Божие говорит о нем. «И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и пять». Третья книга царств, глава четвертая, стих тридцать второй. Из тысячи и пяти песен, которые написал Соломон до нас, дошла только одна. Да и притч сохранилась совсем немного. В Третьей книге царств, главе четвертой, стихах тридцать третьем и тридцать четвертом, сказано. «И говорил он на деревах от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». В книге «Притч» мы встречаемся с мудростью Соломона. «Притча» — это высказывание, которое четко и сжато передает какую-нибудь истину. «Притчи» малы по объему, но основаны на большом опыте. «Притча» — это истина, изложенная в такой форме, которую легко запомнить. Это философия, основанная на жизненном опыте. Это правило, которому нужно следовать. «Притчи» называли изречениями, афоризмами, пословицами, поговорками и эпиграммами. Слова, которые дают нам ключ к пониманию всей книги, мы находим в главе 1, стих 7. «Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Родина-притч — Древний Восток. Судя по всему, Соломон собрал свои притчи из разных источников. Он отредактировал их все, но многие написал и сам. Это значит, что у нас в распоряжении находится богодухновенный сборник, который был написан либо Соломоном, либо кем-то другим. Но на каждую из этих притч поставил свою печать бог. Доктор Тертл и другие исследователи отмечают, что в этой книге личное местоимение иногда употребляется во втором, а иногда в третьем лице. Ученые пришли к выводу, что тем притчам, в которых используется второе лицо, Соломон научился у своих преподавателей. А те притчи, в которых мы находим третье лицо, написаны самим Соломоном. Между книгой притчей Соломоновых и всеми другими изречениями есть большая разница. Греки придумывали замечательные притчи, особенно поэты-гностики. В студенческие годы я занимался древнегреческим языком по Оксфордской программе. Я должен был прочесть много греческих текстов. И каждый понедельник я отчитывался перед моим преподавателем. Пока я учился в колледже, я прочел в оригинале весь Новый Завет. А когда я поступил в семинарию, мы прошли его еще раз. Кроме того, в обязательную программу входили книги поэтов-гностиков. По-гречески они очень остроумно звучат, поскольку в них часто встречается игра слов. У книги-притчи есть ряд характерных особенностей, которые нам нужно отметить. Во-первых, в притчах нет утверждений, которые противоречили бы научным данным, и нет никаких неточностей. Например, в главе 4 стихе 23 мы читаем. «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни». Эти слова поразительны, ведь лишь спустя примерно 2700 лет Гарвий открыл явление кровообращения, которым управляет сердце. А вот в апокрифтическом послании Варнавы говорится о птице Феникс, которая сгорает в огне, а затем воскресает. Таких басен мы не найдем ни в книге-притче, ни в любой другой книге Библии. Удивительно, но ни одна из сотен притч этой древней книги не противоречит современным научным данным. Один лишь тот факт приведет любого мыслящего человека к пониманию того, что книга-притчи Соломоновых богодухновенна. Во-вторых, книга-притчи соответствует высоким моральным стандартам. На ее страницах мы не увидим аморальных высказываний, которые встречаются в других книгах. Иустин Мученик сказал, что Сократ был христианином до Христа. И, конечно, это совершенно невероятно. Люди, которые восхищаются Сократом, утверждают, что он был высокоморальным человеком. Но и Сократ, кроме всего прочего, учил проституток, как им следует себя вести. Что может быть аморальнее? В-третьих, притчи не противоречат друг другу, чего нельзя сказать о крылатых выражениях, придуманных людьми. Одни из них часто отрицают другие. Например, в народе говорят, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. И при этом не менее часто можно слышать другое. Работа не волк, в лес не убежит. О том, как важна расторопность и активность, сказано, куй железо, пока горячо. Однако еще чаще говорят, тише едешь, дальше будешь. Есть и пословица об осторожности, которая гласит, береженного Бог бережет. И вот каков ответ. Волков боятся в лес не ходить. Мы видим, что эти придуманные людьми изречения противоречат друг другу, потому что все люди мыслят по-разному. А вот в книге-притче таких противоречий нет. Сам Бог вдохновил ее написанием. Хотя книга притчи Соломоновых и кажется собранием изречений без особой тематической организации или плана, все же в ней есть своя история, которую мы открываем для себя по ходу чтения. Речь здесь идет о молодом человеке. Он еще только начинает жить. Свой первый урок он получает в главе 1 стихе 7, который и дает ключ к пониманию всей книги. Советы книги-притчи обладают вневременной ценностью. Они действительны как для Ветхого, так и для Нового Завета, как в Древнем, так и в современном Иерусалиме. Эта книга приносит пользу всем. Кто-то, может быть, возразит. Но ведь здесь ничего не говорится о Евангелии. Минуточку, подождите, ведь мудрость, изложенная здесь, — это мудрость именно Господа нашего Иисуса Христа. Эта книга не винегрет из разрозненных предложений и не разношерстный сборник поговорок. В этой книге есть своя логика. Она строго организована и построена по определенному плану. В книге Экклезиаста, главе 12 стихе 9, сам Соломон говорит о своем учении так. Кроме того, что Экклезиаст был мудр, он учил еще народ знаний. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Словом «составил» здесь переведен древнееврейский глагол, который означает составление не просто как механическое соединение разнородного материала. Этот глагол по самому своему значению подразумевает четкую организацию и порядок. Кое-что сделает ваше чтение книги-притчей Соломоновых очень увлекательным. Ведь в притчах дано схематичное описание каждого библейского персонажа. Некоторые я помогу вам найти, а остальные, я уверен, вы с удовольствием разыщите сами. Полагаю, что, читая некоторые притчи, вы вдруг поймете, что перед вами портреты ваших друзей или знакомых, однако вполне может быть и так, что лучше им не говорить об этом. Для каждого из нас есть своя притча. И, читая эту книгу, мы не будем скучать. Книга-притч обладает своеобразной художественной структурой. Это поэтическое произведение. Но мы должны понимать, что древнееврейская поэзия – это явление совсем не похожее на то, что называют поэзией наши современники. В древнееврейской стихотворной строфе нет ни рифмы, ни размера, она состоит из двух частей или компонентов. При этом поэтический эффект основан не на ритмическом рисунке и не на созвучии, а на содержании, на том логическом соотношении, которое возникает между первой и второй частью строфы. Таких соотношений может быть всего три. Например, в 29 стихе 19 главы мы читаем «Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых». Здесь примерно одна и та же мысль формулируется дважды, но по-разному или на разных примерах. Кощунство и глупость – разные вещи, но и то, и другое для автора явления одного порядка, и ведут к одному и тому же, к наказанию. А вот в 13 главе в 9 стихе схема совсем иная. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». То, что сказано в первой части, во второй выделяется еще более рельефно, по контрасту. По сравнению с тьмой нечестие, свет праведности кажется еще более ярким. Третий принцип организации строфы можно пояснить примером из главы 20 стиха 2. «Гроза царя – как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя». Вторая часть высказывания логически развивает ту мысль, которая содержится в первой части. Понятно, что гнев царя грозен, но какой из этого вывод? На это дается ясный ответ. Не следует вызывать этот гнев. А теперь давайте перейдем непосредственно к изучению первой главы книги «Притч». Может быть, книга «Притчи Соломоновых» не кажется вам захватывающей историей, но в действительности это так. Она очень увлекательна. Я надеюсь, что, читая эту книгу, мы действительно сможем приблизиться к Духу Божию. Ведь в ней каждый из нас может найти что-то особо значимое, то, что обращено лично к нам. Особенно большую ценность эта книга представляет для юноши и, конечно, для девушек. Молодым людям есть, что открыть здесь для себя. Ведь в наши дни, как и в прошлом, молодежь сталкивается с такими вопросами, на которые им нужны ответы. С самого начала мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что книга «Притчи» — это не бессистемный сборник. В ней есть определенная структура и цель. Я знаю многих людей, которые считают, что можно просто взять эту книгу и на удачу выхватить то или иное изречение. Можно, конечно, действовать именно так, но, прочитав притчу саму по себе, надо увидеть ее и в контексте, в том окружении, в которое она помещена автором. Бриллиант прекрасен только в своей оправе. А книга «Притчи» — это и есть оправа для каждого изречения. Есть и такие люди, которые читают книгу «Притчи» Соломоновых, как тот человек, который сказал, «Мне очень нравится читать словари, только вот рассказы у них коротковаты. Может быть, похожие ощущения у вас возникают и в связи с книгой «Притч», но я надеюсь, что ваше отношение к ней изменится». Итак, в первом стихе первой главы мы читаем «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского». Этот стих совершенно определенно показывает нам, что автором книги был царь Соломон. Нет сомнения в том, что многие притчи Соломон взял из других источников. Он отредактировал их все, но многие написал и сам. Нам известно также, что он написал гораздо больше притч, чем то количество, которое сохранилось до нашего времени. Основная тема первого раздела книги – это противопоставление мудрости и глупости. Речь об этом идет с первой главы по девятую. Итак, в самом начале мы видим юношу, который только вступает на жизненный путь. И вот какие наставления дает ему Бог в стихах со второго по четвертой первой главы. В этом отрывке десять слов кажутся синонимами, и они, конечно же, связаны по смыслу, но они обозначают совсем не одно и то же. Я хочу взять каждое из этих слов и внимательно рассмотреть его словно под увеличительным стеклом. Мы с вами увидим, что это вовсе не синонимы. И они не нагромождены здесь друг на друга для того, чтобы с самого начала произвести на читателя впечатление. Нам сказано, что каждое слово Бога чисто. Так что же нам говорят именно эти слова? Основной текст начинается так. Чтобы познать мудрость. Что же такое мудрость? В Писании слово «мудрость» означает способность правильно применять знания. Только в этой книге данное слово встречается тридцать семь раз. В Библии это очень важное слово. Оно означает правильно использование знаний. Сколько светлых голов вокруг нас. У этих людей есть знания, но им не хватает мудрости. Похоже, они не способны применить свои знания так, как надо. Позвольте мне добавить еще кое-что. Ветхозаветное слово «мудрость» для современного верующего означает «Иисус Христос». В первом послании к Коринфянам, главе 1 стихе 30, мы читаем «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Заметьте, мудрость упомянута первой. Христос — это и есть мудрость современного верующего. Познать мудрость — значит познать Иисуса Христа. Павел в послании к филиппийцам, главе 3 стихе 10, говорил так, «Чтобы познать Его». И речь тут идет о горячем, искреннем стремлении апостола. Как было бы прекрасно, если бы такое стремление познать Христа вошло в душу к вам и ко мне. Мы все так нуждаемся в этом. Итак, мудрость — это Христос. Мудрость — это способность правильно пользоваться нашими знаниями. Познать Христа — это не значит быть глупцом. Это означает, нужно стать мудрым человеком. На днях я увидел на бампере одной легковой машины наклейку с такой надписью. И мудрецы стремлятся к Нему. Друг мой, вполне возможно, что о вас не говорят, как о блестящем даровании. И все же, когда вы принимаете Христа, познаете Христа, вы обретаете мудрость. Наставление. Это слово в книге-притче появляется 26 раз. Иногда то же самое еврейское слово переводится словом «наказывать». Интересно, не правда ли? Давайте посмотрим конкретный пример. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Здесь «наказывать» фактически означает давать наставление. Итак, «наставлять» значит «учить и дисциплинировать». В наши дни об этом забыли. Современное общество далеко отступило от слова Божия. Например, нам говорят, что преступников сажают в тюрьму, чтобы дисциплинировать их и перевоспитать. Отношение к преступникам, которое мы видим в Слове Божьем, совсем иное. Цель была в осуждении и наказании. Никаких других задач не было. С другой стороны, вы дисциплинируете сына для того, чтобы наставить его. Вам следует наказывать его. Вам нужно учить и дисциплинировать его. Но цель не в наказании. Мы часто слышим «надо бы наказать этого ребенка». Нет, вовсе не для этого вы шлепаете вашего мальчишку. Я надеюсь, вы шлепаете его. Но зачем вы это делаете? Чтобы наказать? Чтобы наказать. Нет, чтобы учить и дисциплинировать его. Сегодня все наши цели перепутались. Мы воспитываем преступников, а наказываем наших детей. Нам необходимо возвратиться к тем целям, которые Бог поставил перед нами. В наших школах сейчас проводят в жизнь новые методы обучения. Почему бы не вернуться к старым методам, к дисциплине? Это самое верное средство. Я убежден, что учителям самим следовало бы поучиться этому, как в школе, так и дома. Одного отца спросили. «Вы бьете ваших детей?» Отец ответил. «Только в целях самозащиты». Вот как обстоят теперь дела. Дети воспитывают своих родителей. Они дисциплинируют родителей и учат их, что им следует делать. Недавно я слышал об одном молодом человеке, который прочел своему отцу и матери лекцию о том, как им жить и что делать. При этом юноша был под следствием, его просто выпустили под залог. Думаю, этих родителей следовало поучить. Но уж точно не ему. Им нужен был урок на тему о том, как им дисциплинировать своего сына. И этот урок был необходим уже много лет назад. Наставлять – значит учить и дисциплинировать. Бог, наш Небесный Отец, прекрасный Учитель. Мне кажется, лучше всего Он учил меня тогда, когда наказывал. Эти уроки оставили глубокий след в моей памяти. Далее мы читаем «понять изречение разума». Слово «разум» означает интеллект. Есть и другое слово – рассудок. Всем нам следует понять. Бог желает, чтобы мы использовали наш разум. Он желает, чтобы мы на практике применяли то, что называют освященным здравым смыслом. В третьем стихе мы встречаем слово «правосудие». Правосудие означает справедливость или праведность, то есть правильное поведение. В колледже у нас был преподаватель социологии, который учил нас, что понятие «правильный» относительно. Он частенько, самодовольно ухмылялся и вопрошал, ну и что же означает «правильный»? Тогда я ничего не мог ему ответить. Но теперь я знаю, если Бог говорит, что это правильно, значит, это действительно правильно. Именно Бог отделяет свет от тьмы. Я не могу заставить солнца ни взойти, ни скрыться за горизонтом. Один лишь Бог правит миром. Он творит свет, он творит тьму. Бог устанавливает, что правильно и что неправильно. Вы можете спросить, а это правильно? И если Бог говорит, что это правильно, то так оно и есть. Вы можете спросить также, может быть, это неправильно. И если Бог говорит, что это неправильно, то это действительно неправильно. Правильное и неправильное, добро и зло относительны только в сознании среднего современного человека. Создается такое ощущение, что нормой становится то, что делает средний человек. Именно среднестатистический представитель общества определяет сегодня стандарт. В этом-то и заключается одна из причин того, что в наши дни мы видим столько аморальности и бесчестия. Добро и зло стали относительными понятиями. А Бог утверждает, что они вовсе не относительны, они абсолютны, так же, как свет и тьма. Вот на этом мы сегодня и закончим. Изучение первой главы книги «Притч» мы продолжим в следующий раз. До свидания. Всего вам доброго.